Всем привет, дорогие друзья! Как вы думаете, ультрабюджетный смартфон с быстрой зарядкой, бывает ли такое на самом деле? Айтл говорит, что да, и бренд вот недавно привез в России сразу две модели, P55 и P55+. Младшая стоит от 9 тысяч рублей и предлагает 18-ваттную зарядку, а старшая продается по цене от 11 тысяч рублей и предлагает уже 45-ваттную зарядку в комплекте. Сегодня мы и зарядки протестируем, и в целом на смартфоны посмотрим. Поехали! Кроме зарядок, комплект одинаковый. USB кабель, силиконовый чехол, сим-иголка и документация. И сам смартфон, конечно же, да, он идет в комплекте. Завода на экран наклеена пленка, хотя и слегка кривовато в случае с нашим P55+. У P55 все нормально. Рука, видимо, дрогнула в случае с плюсом. Бывает. Младшая модель выпускается в четырех расцветках. У всех пластиковая спинка отличается только цвет, так что просто выбирайте, что нравится. Мне вот этот вот цвет очень нравится. Посмотрите, как прикольно переливается с голубого на розовый, с розового на голубой и так далее. У ITAL P55+, все чуть интереснее. Есть две такие же классические расцветки с пластиком, черная и фиолетовая. А есть очень прикольный зеленый вариант, вот такой вот стилизованный под кожу. У нас как раз такой, как видите. И на мой взгляд, он выглядит интереснее всех. Если покупать P55+, то именно зелененький. Впрочем, если вам не нравится зеленый цвет, берете любой другой. Дизайн у смартфонов отличается, но на самом деле все не то, чем кажется. На самом деле девайсы выполнены на одной и той же основе. И расположение элементов полностью совпадает. Кнопочки, там, торечки всякие, отверстия и так далее. И знаете, я за это даже похвалю ITAL. Получается, разработали два дизайна, а потратились как на один. А это позволило снизить цену, что в конечном счете выгодно для потребителя. Правильно? Правильно. Быстро давайте пройдемся по торцам. Хотя все на самом деле здесь стандартно. Слева находится тройной лоток, куда можно вставить сразу три, как мы любим. Две наносим-карты плюс карту памяти. Сверху у нас пусто. Хотя вот в случае с P55+, есть надпись Designed by ITAL. Справа находится качелька громкости и кнопка блокировки, в которой встроен сканер отпечатка пальца. Он быстрый, но не очень точный, поэтому советую ввести палец дважды, чтобы он всегда с первой попытки разблокировался. После этого вопросов не будет, когда два раза пальчик свой введете. Снизу посмотрите, что он здесь находится. Здесь находится разъем для наушников 3,5 мм, микрофон, порт USB Type-C и монодинамик. Послушаем его. Вибромотор здесь без тактильной отдачи, но в бюджетных смартфонах другого пока и не бывает. Так что это не удивляет. Удивляет другое, когда во флагманах такая вот похожая вибрация. Да, здесь все как бы в норме находится. Экраны одинаковые. Есть три режима герцовки 60, авто и 90. В авторежиме у вас почти всегда будет 60, так что ставьте принудительно 90 Гц. Сенсорный слой здесь всегда вдвое быстрее экрана. 120 Гц, когда экран работает на частоте 60 Гц. И 180 Гц, тач, когда панель работает на частоте 90 Гц. Короче, ставим максимально 90 и получаем везде максимальную отзывчивость. Одно отличие, кстати, между смартфонами все-таки есть, помимо дизайна. В ITIL P55 Plus нет датчика освещенности, а в ITIL P55, младшей модели, он есть. Как следствие, в старшей модели нет автояркости, а в младшей есть автояркость. Вообще отсутствие датчика автояркости вас может удивить, но на самом деле в этом ценовом сегменте такое часто случается. Вопрос скорее в том, почему именно в младшей модели датчик есть автояркости, а в старшей нет. Вроде как должно быть наоборот, но ITIL распорядилась почему-то так. Софт смартфонов это Android 13 с ITIL OS 13.0. Что за ITIL OS? А это одна из трех веток прошивки Trenching OS, которые мы также знаем как HiOS в смартфонах Tecno и XOS в смартфонах Infinix. Вы же в курсе, да, что все это Trio, Tecno, Infinix и ITIL это все Trenching? Если не были в курсе, теперь в курсе, да? Это то есть не нонем никакой, вот, а то подумайте, что не такое еще. В прошивке здесь все то же самое, но другие иконки, некоторые функции раздела меню по-другому называются. Плюс самые требовательные фишки вырезаны, чтобы смартфоны шустро работали, несмотря на довольно простую начинку. И знаете, он действительно шустро работает. У нас на тесте бывали куда менее сообразительные смартфоны по похожим ценам. Вот эти за свою цену работают, ну, очень отзывчиво. Вот с режимом 90 Гц меня вполне устраивает. При этом далеко не все прикольные фишки из оболочки вырезали. Например, тут есть выделенный игровой раздел с ускорителем iBoost. iBoost. Если ITIL, то iBoost может быть, да? Помимо выбора режимов производительности, он позволяет использовать кнопки громкости в качестве триггеров, как в игрофонах. Не во всех играх это будет удобно, но все равно фишка прикольная, вот как фишка, да? Еще есть умная панель динамическая Dynamic Bar, которая показывает некоторые уведомления в айфоновском Dynamic Island стиле. Так что к программному обеспечению у меня претензий, наверное, нет. А ITIL OS – это хороший вариант для бюджетного смартфона. Разумеется, тут есть сервисы Google и русский язык из коробки. А все необходимые в России полосы 4G поддерживаются. И даже NFC есть. И можно, значит, платить телефоном через Mirpay или другие подобные системы. Ну, на кассе, типа. Пимс. И готово. Продолжаем, друзья, об общих моментах. И на очереди у нас камеры. Два глазка. В одном 50-мегапиксельная основная камера со светосилой f1.6. Очень хорошие светосилы. Во втором крошечная затычка на 0,08 мегапикселя. Вот. Какой сенсор применяется в основном модуле ITIL не признается, но по характеристикам похоже на Samsung GN1. В смартфонах подороже его используют обычно в широкоугольных или фронтальных камерах. Но для этого сегмента GN1 в качестве основной камеры – это очень хороший выбор. Разумеется, есть и вспышка, причем двойная у P55 и четверная у P55+. Диодов больше, но яркость примерно одинаковая. Вот, посмотрите. То, что камеры одинаковые на бумаге, не означает, что снимать они тоже будут одинаково. Алгоритмы в современной мобильной съемке значат не меньше железа, и это справедливо даже для бюджетных смартфонов. В данном случае софт явно лучше у P55+. Меньше шумов, точнее цветопередача, выше детализация. В ночных сюжетах, однако, преимущество за P55. Но возьмите за правило, что при съемке в сложных условиях телефоном надо помочь сфоксироваться тапом по экрану и чуток выждать после нажатия на кнопку затвора, чтобы не получить смаз. Фронтальная камера на 8 Мп, несмотря на скромное разрешение, снимает очень даже достойно. Приятно удивлен. У нее есть вспышка, которая у Idle P55 также играет роль индикатора процесса заряда. А у Idle P55+, почему-то такой фишки нет. Не показывает, что заряжается телефон. Видео на основную и фронтальную камеры можно писать только в Full HD с частотой 30 фпс. Короткие примеры. Idle P55 и Idle P55+, 1080p, 30 кадров в секунду, снимают фронтальные камеры. Как-то вот так. Смотрите стаб, слушайте звук, смотрите и оценивайте. Пример видео на Idle P55 и P55+. Full HD, 30 фпс, максимально доступное качество. Сразу посмотрим на фиксовочку. Играет какая-то патриотическая музыка. Будет здорово, если вы ее слышите. Значит, микрофоны хорошие. Теперь о железе. Чип Unisoc T606 подойдет для игр вроде Subway Surfers. Можно и в Polywar или PUBG пострелять, но не на максимальных настройках. В общем, только три в ряд. Птички там летающие, головоломки всякие. Вот это вот на нем пойдет. Ну и на том, и на другом, да. Впрочем, мобильным рынком правят как раз-таки простенькие тайтлы. Тут я никакого секрета для вас не открою. А железо тянет, интерфейс очень хорошо. Оптимизировали здесь здорово. Батарейки имеют емкость 5000 мАч. Их хватает в среднем на день полтора использования. Тут все одинаково. А вот скорость заряда разная. 18-ваттная зарядка у младшей модели совсем не быстро заряжает. Чтобы зарядить его до 100%, у нас ушло 2 часа 35 минут. А вот P55+, от блока на 45 Вт, зарядился всего за 52 минуты. Только надо не забыть активировать здесь в настройках быструю зарядку. Айтл говорит, что после получаса зарядки P55+, им можно пользоваться целый день. И это очень похоже на правду. И в завершении, друзья, о памяти. Айтл P55+, продается в России в единственной версии на 8 256 гигабайт. Объем и так царский. Но не забывайте про карту памяти, которую можно вставить без ущерба для сим-карт. И также не забудьте про виртуальную азу, которой можно выделить 3, 5 или 8 гигабайт. Максимум у вас, получается, будет 16 гигабайт смешанной оперативной памяти. У Айтл P55 версии 2, 8128 и 8256. Тоже есть слот для карты памяти, тоже есть виртуальная азу. Причем с ней Айтл пошла в отрыв и предложила на выбор 4, 8 или 16 гигабайт. Итого у вас может быть 24 гигабайта смешанной оперативной памяти. Понятно, что эффективность и скорость работы у такой азу куда ниже, чем у настоящей. Но все равно впечатляет. Да и 8 гигабайт настоящей оперативной памяти в смартфоне за 10 тысяч рублей. Это круто. Это столько же, сколько у Samsung Galaxy S24. На минуточку, да? Выводы. Отличия между Айтл P55 и Айтл P55 Plus больше, чем казалось поначалу. Не все из них реально важные, но есть несколько моментов, которые определят ваш выбор. На стороне P55 автояркость и цена. Составляющая всего 8 990 рублей за версию на 8 128 гигабайт и 10 990 за версию на 8 256 гигабайт. На стороне старшей модели, вот эта вот, прикольный дизайн в зеленом цвете и быстрая зарядка. Но заплатить придется на тысячу дороже за те же 8 256. 11 990. Лично я посоветовал бы P55, потому что уж очень привык к автояркости. Но у вас, друзья, могут быть совершенно другие приоритеты и другой выбор. Пишите, что вы думаете об этих устройствах. С вами был Евгений, mobiltelephone.ru. Пока-пока и скоро увидимся. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok